МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Книга и фильм карагандинские олимпийцы презентовали в областной администрации на встрече Акима области Ерлана Кушанова со спортивной общественностью. Материал подготовлен к 25-летию Национального олимпийского комитета Казахстана. Активисты областного филиала партии Нур-Утан намерены привить карагандинцам любовь к родному краю. В шахтерской столице презентовали документальный фильм о сакральных местах нашего региона. Казахстан – наш общий дом. Ассамблея народа Казахстана Карагандинской области провела фестиваль, приуроченный ко Дню независимости страны. Развитие спорта в регионе – одно из главных направлений политики Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова. Глава региона провел встречу со спортсменами, на которой были презентованы фильм и книга, восхваляющие победы карагандинских чемпионов. На встрече присутствовали как именитые чемпионы, так и подающие надежды молодые спортсмены. Мероприятие было организовано с целью презентации книги о достижениях карагандинцев в спорте. Глава региона отметил, что Карагандинская область является лидером в спорте. В доказательство он привел внушающий оптимизм цифры. «Хотел бы отметить, что Карагандинская область – это одна из самых спортивных регионов нашей страны. И треть населения страны регулярно занимается спортом. Вот мне дают данную нормальную сборную, вошло 1216 карагандинцев. И за годы независимости спортсмены наши получили 81 лицензию на участие в Олимпийских играх и завоевали 7 медалей. Это 2 золотые, 2 садебра и 3 бронзы. И практически все здесь, Наталья Евгеньевна, находятся в этом зале. И я рад, что сегодня на нашей встрече участников и призеров разных периодов здесь, в этом зале вы, находятся. На мероприятии состоялась демонстрация фильма, повествующего об уроженцах Карагандинской области, которые с честью представляли страну на Олимпийских играх. Некоторые из олимпийских чемпионов присутствовали в зале. Среди них призер чемпионата мира 1970 года, участник 20-х Олимпийских игр в Мюнхене, велогонщик Анатолий Степаненко. Известный спортсмен окунулся в прошлое и поделился своими ценными воспоминаниями. Ну, через не такое небольшое время, в 28 лет я получил уже звание заслуженного тренера казахской. В Алма-Ате жили, да? Нет, я никогда никуда не уезжал. Я просто тему, почему для молодых спортсменов хочу сказать, что я всю жизнь прожил в Караганде, никуда не уезжал. И, в общем-то, ну, предан своей родине, своей области. Я считаю, что я, наверное, правильно делал. Понимаете? Я могу сказать, что я старался всегда объединить людей, создать что-то, быть востребованным, понимаете? Ну, благодаря этому меня даже поддержали. Я стал председателем спорткомитета когда-то был. Последним в советское время и первым в независимости Казахстана. Поэтому такая тоже, в общем-то, это мне очень приятно. На встрече со спортсменами говорили об относительно новом виде спорта. В 2011 году спортивное скалолазание попало в шорт-лист видов спорта на включение в программу 32-х Олимпийских игр 2020 года. Старший тренер области Саулия Скакова поведала о Кимобласти о том, как обстоят дела в сборной региона по спортивному скалолазанию. Про скалолазание я хочу сказать так, что мой новый олимпийский вид и в Олимпиаду 2020 года вошел только один вид программы из четырех. Вообще в мире скалолазание развивается в 70 странах, в Азии в 15 странах, в Казахстане в 12 регионах. И по результатам ранжирования в трех регионах только в класс А попали наши столицы Астана, Алмата и Караганда. То есть я хочу этим подтвердить, что карагандинские скалолазы занимают одни из лидирующих позиций в Казахстане. И у нас есть потенциал, потенциал и в тренерском составе, и спортсменов. В завершении встречи Ерлан Кушанов отметил, что мероприятия подобного формата стоит проводить чаще. Также глава региона заявил, что все вопросы, поднятые на встрече, не останутся без внимания, а для развития спорта будут предприняты все меры. Весной следующего года планируется строительство нескольких спортивных комплексов. Только совместными усилиями всего гражданского общества можно эффективно противостоять коррупции. 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В рамках этого дня в Караганде провели областной форум. В нем приняли участие государственные служащие, общественные деятели и молодые карагандинцы. Мероприятие состоялось в рамках реализации госпрограммы «Руханы Жанру». В 2003 году, 9 декабря, был объявлен Международным днем борьбы с коррупцией. На сегодня специальную конвенцию подписали около 140 государств и ратифицировали около 80. Наша страна ратифицировала конвенцию в 2008 году. Казахстан одним из первых среди стран СНГ осознал всю опасность коррупции и начал целенаправленную и системную борьбу с ней. Перед началом форума руководитель департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жандос Сарсенов дал пресс-конференцию. Он отметил, что большинство коррупционных правонарушений выявлено в государственных организациях. Глава антикоррупционного департамента подчеркнул, что кумовство – это главный бич современного Казахстана. Наиболее часто выявляемые такие коррупционные риски по результатам анализа нашего департамента мы можем сказать, что это в основном это конфликт интересов при проведении государственных закупок. Это совместная работа близких родственников именно в государственных организациях, а не в государственных органах. Потому что есть у полномочного органа в лице нашего департамента, если есть такие нарушения, конечно, у нас есть более жесткие меры. Мы можем административно наказать, мы можем даже вплоть до увольнения можем принимать меры. А здесь мы говорим о гражданских лицах, которые работают в государственных организациях, школах и так далее. Вот там есть такая работа, совместная работа близких родственников. Есть даже такие моменты, когда туда же, то есть государственные организации назначают лиц, не соответствующих кавликационным требованиям. Такое тоже есть. Также было отмечено, что все государственные органы проводят свои внутренние анализы коррупционных рисков. И анализы эти всегда положительные. Но, когда исследования проводят специалисты департамента, результаты совершенно иные. Вывод один. Руководители госорганов подходят формально к антикоррупционной работе. В этой связи в госорганах мы сейчас закрепляем сотрудников, которые будут отвечать за проведение внутреннего анализа. И, наверное, будем на постоянной основе обучать их на базе региональных центров обучения государственных служб. Тем более, вы сейчас знаете, это РЦО, региональный центр обучения госслужащих, планируется создать в виде филиала уже Академии госуправления при президенте. Перед участниками форума выступили известные специалисты в своих областях. О психологической подоплеке коррупции рассказала кандидат медицинских наук, психолог Лейла Асылбекова. О мерах ответственности гражданского общества поведал алматинский политолог Марат Шибутов. Он также является руководителем одной из неправительственных организаций, которая активно занимается выявлением и устранением коррупции. Он особо отметил, что в борьбе с коррупцией мелочей не бывает. Если мы за маленькие эти постоянно критикуем, постоянно боремся за какие-то нарушения госоргана, он и в целом будет более мотивирован делать большие вещи хорошо. То есть на самом деле это не очень сложно. Я бы так сказал, что мы, я лично знаю много примеров, когда там один человек, два-три человека, 10-20 человек, 20 человек – это уже толпа, это уже такой организованный кулак для Казахстана. Они вполне могут поменять все дела в своей отрасли. Здесь же подвели итоги конкурса проводимого к Международному дню борьбы с коррупцией. Своих обладателей нашли ценные призы в таких номинациях, как лучший видеоролик на антикоррупционную тему, а также лучший материал в печатных СМИ, на телеканалах и интернет-изданиях. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Готовимся к праздникам вместе с торговой сетью «Скиф». Только с 4 по 17 декабря подарочные наборы для детей от 489 тенге, сок сады Придонья 1 литр 239 тенге, сервелат тай 1 килограмм 998 тенге, цыпленок бройлера «Курочка ряба» 1 килограмм 579 тенге. Приглашаем всех в новый магазин по адресу Татимбета 10 дробь 5. Привить карагандинцам любовь к родному краю намерены активные члены партии Нур-Отан и общественного фонда Адамдар Дангиле Улежит Стектере. В шахтерской столице прошел показ фильма «Казахстан» Келемикен Сарарка. В документальной картине рассказывается о сакральной географии Карагандинской области. Стоит отметить, что проект реализован в рамках реализации государственной программы Рухани Жангру. В программной статье «Взгляд в будущее» модернизации общественного сознания Ельбаса призывает казахстанцев сохранять национальные истоки. Карагандинский областной филиал партии Нур-Отан и общественный фонд Адамдар Дангиле Улежит Стектере нашли свой способ реализации данной цели. В картине предстанец Араарка во всем ее великолепии. Авторы картины уверены, любовь к родине должна начинаться с любви к своему родному краю. Нужно любить свою родину и начинать любить со своих мест. Мы туда-то все время стремимся, хотя у нас очень любят свои красивые места, поэтому нужно обращать внимание на туризм внутренний. В этом году в сакральных местах Актугайского, Каркаролинского, Шетского и Улутауского районов ввели съемки документального полнометражного фильма. Съемки заняли пять месяцев. Первый заместитель председателя карагандинского областного филиала партии Нур-Отан Хадиша Успанова отмечает, данный фильм единственный в своем роде. Для карагандинцев это значимое событие, ведь трудовой и политический путь президента начинался именно здесь. О карагандинской области это впервые в республике проводится презентация такого фильма в рамках Мухани Жан-Грул со статьей Ель-Васа Верховной Норализации. Фильм этот снимался в течение пяти месяцев, начиная где-то с июня месяца приступили к съемкам. Сегодня мы с вами первыми увидели, еще никто не видел презентацию фильма о карагандинской области. В фильме показывают сакральные места, Ахтугайского, Каркаролинского, Улутауских районов и показывают также наши Тимиртау, Карагаду, это вы знаете трудовая и политическая родина Верховная. Данное мероприятие проводится вы знаете в канун Дня независимости Республики Казахстан. Для карагандинской области это очень значимое исторически важное мероприятие. Презентация фильма завершилась круглым столом, в ходе которого представители молодежного Крылану-Ротан обсуждали практические аспекты программы Ельбаса. Была отмечена необходимость пропаганды духовных ценностей и истории. Токжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Интерактивная опция в судебных кабинетках широкий шаг отечественной судебной системы к открытости и доступности к правосудию. На специальном брифинге председатель апелляционной коллеги суда Карагандинской области Жанна Сейдалина рассказала о последних реформах в судебной системе, направленных на совершенство незаконодательных и процессуальных норм. Одним из направлений плана нации «Сто конкретных шагов» является применение информационных технологий в различных сферах. В связи с этим в судебную систему Казахстана были внесены значительные изменения, направленные на обеспечение доступности и открытости правосудия. В числе последних реформ единая система Турелек и электронный сервис судебный кабинет. Председатель апелляционной коллегии суда Карагандинской области Жанна Сейдалина поведала журналистам о преимуществах нововведений. Во-первых, в чем преимущество? В том, что быстро получаешь ответ в течение трех рабочих дней должен быть данный ответ. Ну, а по поводу судопроисходства это уже удобно, что не надо идти в стоять в очереди и вводить в госпошину. Все документы прилагаются к заявлению, отправляются в этот уровень и это заявление принимается и дается сразу же информация в том, что данное дело на сегодняшний день находится. Данная функция доступна не только в городских судах, но и в самых отдаленных районах области. По словам судьи, электронный сервис позволит сэкономить не только время, но и материальные затраты. К тому же, данное нововведение способствует прозрачности правосудия. Следует отметить, что в целях повышения качественного состава судейского корпуса ужесточились требования к судям, а также был пересмотрен статус судей Республики Казахстан. Сильно ужесточились требования к лицам, которые хотят занять должность и на сегодняшний день увеличились и начались позиционные требования в частности для того, чтобы стать судьей в направлении либо 10-летней старшей юридической профессии, либо 5-летней старшей непосредственно участия в судебных заседаниях. Кроме того, нужно пройти к отличную стажировку в суде, которые на сегодняшний день являются оплачиваемые с определенным производством, или, соответственно, дать экзамены, дождаться корпуса. После течения года работы, это как бы апробации, в судебную жюри необходимо будет пройти и защитить этот год работы и получить уже соответствующую рекомендацию, что данный молодой судья соответствует заниманию должности. Жанна Сидалина заявляет, в настоящее время много внимания уделяется медиации, которая является наиболее выгодным для обеих сторон способом решения конфликтов. Применение медиации поможет справиться с актуальной проблемой перегруженностью судов. Токжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Казахстан – наш общий дом. Под этим названием прошел фестиваль Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области. Культурное мероприятие приурочено ко Дню Независимости Республики. На фестивале подвели итоги конкурса среди 12 этнокультурных объединений. Активистов наградили призами, мероприятие завершилось галоконцертом. С первых дней обретения независимости в приоритетах молодого государства особое место заняло сохранение и укрепление межнационального согласия и взаимопонимания. Сегодня в области проживают представители более 100 этносов. Ассамблея народа Казахстана Карагандинской области консолидирует деятельность 75 этнокультурных объединений, в которых взаимодействуют представители 40 этносов. Нынешний фестиваль посвящен предстоящему Дню Независимости страны. Цель нашего фестиваля конечно это сохранение своей культуры и истории о котором говорил глава государства Нурсултан Назарбаев в своей статье «Взгляд будущей модернизации общественного сознания». И он сказал, что важным условием модернизации нового типа является сохранение своей культуры истории и собственного национального кода. И цель и задачи которые перед нами стоят это передать нашей молодежи чтобы они всегда помнили что Казахстан наш общий дом что казахская земля сроднила нас всех представителей разных национальностей и что мы сегодня живя в политичном Казахстане стали нравственным примером друг для друга а стереном нашей гармонии стереном нашей интеграции конечно же стала многовековая толерантная и открытая для инноваций культуры казахского народа Ассамблея народа Казахстана Карагандинской области это уникальный общественный орган который принимает активное участие в общественно-политической жизни региона вместе с исполнительной властью решаются вопросы направленные на улучшение жизни разрешаются и предотвращаются социально-трудовые конфликты защищаются интересы семьи каждое этнокультурное объединение вносит свой вклад молодежный центр у нас ведет тоже такую активную деятельность в том числе здесь в доме дружбы у нас проходят благотворительные спектакли перед этим был спектакль который был деньги которые были собраны на этом спектакле дались девочки инвалиду для покупки инвалидного кресла фестиваль прошел в формате культурного мероприятия участники ассамблеи исполняли творческие номера пели танцевали играли на музыкальных инструментах кроме того были награждены этнокультурные объединения принимавшие самое активное участие в деятельности ассамблеи в библиотеке имени Гоголя состоялась презентация книги повествующей о жизни героя соцтруда Турцина Жакешева авторами книги выступили его родные друзья и современники каждый из них поделился воспоминаниями о замечательном отце верном друге и трудолюбивом человеке книга издана тиражом в 250 экземпляров часть книг будет пожертвована библиотекам города чтобы молодое поколение знало о примерах достойных для подражания Турцина Жакешев на протяжении долгих лет был управляющим села Еркендек Шетского района его неимоверный труд был высоко оценен Турцина Мукашевич дважды обладатель ордена труда Красного Знамени а также герой труда Советского Союза глава большого семейства покинул этот мир в 49 лет но память о нем живет и по сей день дети Турцина Жакешева построили в его честь мечеть в родном селе Еркендек они отмечают книга это дань памяти отцу это воспоминания наших родственников коллег друзей современников нашего отца в книге мы писали и о том что не успели ему сказать для меня это очень волнительный и радостный момент мы мечтали об этом на протяжении долгих лет с позволения Аллаха сегодня этот день настал биографическая книга это собрание воспоминаний родных друзей и современников Турсуна Мукашевича на написание книги ушло два года за издание взялся известный редактор ныне директор издательства Каусар Куат Курмансиитов он рассказывает благородный трудолюбивый человек хороший отец верный друг каким был Турсун Жакешев достоин такого почета мы написали эту книгу основываясь на рассказах друзей коллег и близких Турсуна Мукашевича на обложке книги изображена мечеть построена его детьми открытие мечети стало культурным мероприятием республиканского масштаба на котором выступили известные певцы и айтескеры тексты их посвящения Турсуну Мукашевичу собраны в этой книге наша цель донести до молодого поколения достойный пример для подражания в завершении мероприятия с речью выступили односельчане Турсуна Жакешева они вспоминали детство которое пришлось на нелегкий период истории пока взрослые мужчины защищали страну на войне восьмилетние мальчики трудились в поте лица трудные времена порождают сильных людей отметили современники Турсуна Жакешева Туржан Лянова Сергей Высокосов Андрей Тимофеев Первый Карагандинский Это были все новости на сегодня спасибо за внимание если у вас есть интересная информация звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала всего доброго Аман Соболу Стар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин